Прием-прием, здарова всем, с вами Хилл Хёртс, это у нас с вами игра, которая называется The Last Arry Crew. Наверное, шестая или седьмая серия, я уже запутался. В общем, помню, что мы остановились в шахтах. Я сгорел на той серии, потому что было поздно, потому что мне еще нужно было кучу дел делать. Ой, и сегодня мы с вами продолжим вот с этого момента. Это, по-моему, первая станция, на которую мы можем приехать. Здесь у нас есть короткий путь. Нам необходимо с вами активировать доменную печь, огромную, здоровенную. И после этого мы с вами сможем отправиться дальше, за крыса-мужчиной, мощным сексуальным. Но ввиду того, что здесь не работает печь, по всей видимости, нам необходимо вернуться чуть-чуть назад, сделать отворот-поворот. И активировать какую-то панель. Помните, там была развилка? Вот. Куда я сразу не вошел. Сейчас мы с вами туда сходим. И я очень... Я немножко хочу пожаловаться, простить, пожалуйста. Ну вот мы вроде живем в 21 веке, да? У нас просто сегодня опять нет воды. Вот. Управляющая компания, я не знаю, что это за люди, они разговаривают с тобой как с дерьмом. Им, во-первых, не дозвонишься. И, во-вторых, они разговаривают просто как с обостренным дерьмом. Такое ощущение, что они просто цари-боги. А ты, ну, ну, дно какое-то чмошное. Вот. Я в деревне почти жил. Там гораздо лучше с водой было, вы не поверите. Там намного реже отключали. Здесь нормальный дом. Человеческий вот, панель управления. И эти мрази, ну, блин, иногда раз в неделю. Иногда два раза в неделю. Отключают, ну, просто, ну, право на этих ублюдков, нет. Прям вот, знаете, я вот... Ну, не знаю, навалю им кучу. Прям вот, честно, навалю кучу. Я знаю, где они располагаются. И прям под дверь принесу. Вот. И пусть они наслаждаются. В принципе, мне кажется, будет честная плата. Простите, немножко пожаловался. Ага, идешь ко мне, падла, я тебя не пущу. Опять животина хочет мой пантограф погрызть. Я тебя знаю. Было бы неплохо, если бы можно было какой-нибудь, не знаю, фонарик наплечный, налобный. Потому что в темных локациях невероятно темно. Я, конечно, понимаю, это все для атмосферы сделано, но камон. Так, че у нас тут? Я думаю, вот это печь, но это не печь. Так. Блин. Это я, видимо, потом сюда вернусь совершенно спокойно. Хорошо, ладно. Придется еще немножко кругля дать. Ну, не беда. И это нам потом нужно вернуться в самое начало. Потом нам потребуется вернуться в самый конец, починить, попробовать мост. Потом пройти по этому мосту. Потом решить, что же мы с этим боссом... Крыса людей делаем. В комментариях некоторые люди пишут, что они проходили как раз за крысюков. Не знаю, буду ли я за крысюков проходить. Так, наверное, сюда. Мне кажется, здесь нету выигрышной стороны. Как говорится, нету точно доброго, нету точно злого. Здесь все такое... Какое-то сероморальное. Так, какой-то рычаг. Давай попробуем активировать его. И поглядим, что из этого произойдет. Потянуть за рычаг. Ну-ка, на-ка. Так, пошли камешки. О, посыпались камешки. И что, все? Обычно, когда задание я какое-то выполнял... А вон, смотри, камешки падают. То у меня квестовая линия, короче, двигалась. Знаете что, есть предположение, что теперь необходимо вернуться назад и нажать на кнопку активировать. Я до конца не уверен, но пойдемте попробуем. Помните, там было... Типа, посмотрите, вот эту печь. Сейчас найти этот спрыг надо. Вот он. Вон туда. Может, конечно, это неправильное решение, но другого у меня на данный момент нет. А вот, смотри, наконец-то. Регрегиозно. Пламя в печке да в небесах. Великолепно. А, он сюда даже придет. Хорош, красавчик мужчина. Так, увеличенный двадцать. А что ты делаешь? Я не ожидал, что ты придешь так быстро. Хорошо знаю свои печи и почувствовал, когда главное рвануло. Мне как сердце ножом ударили, а когда ты активировал вторую, я ощутил... Прилив и ее радости. В жизни не слышал ничего более ботанского. Ну, насколько я помню. Там сейчас были очень страшные звуки. Очевидно, что-то кто-то навернул. Ну вот. Давай-давай, братик. Может, мне надо отойти, чтобы ты смог активировать? Таковать должен, братан. Может, отвернуться? Чё-то не хочет он. Уже руки чешутся? Дай-ка мне шестеренки, я посмотрю, что можно сделать. Отдать. Вот, отлично. Соли по размеру одна из них на 10, другая на 13. Нужно их почистить, смотреть серийные символы. У нас где-то был комплект форм, так что сделать шестерни должно быть нетрудно. Пойду и поищу их. А ты мне пока достань молибдена. Чё достать молибдена? Ни о чём не говорит? Пластичный переходный металл. Финит. Пой повелит. Ни о чём не говорит? Вижу, это поклонник благородной науки химии. У меня есть кое-какое оружие. Давай его расплавим, это будет куда быстрее. Отлично. Как раз об этом не подумал. Расплавим твое оружие, делаем из него побрякушек, продадим их кристалюту, мы будем жить долго и счастливо. Что? О, надо думать, твое оружие жесткость 5,5 по мосту. И высочайшие показатели ковкости. Я не знаю. Оно почти не подвержено тепловому расширению абсолютно устойчивого коррозии. Не знаю. А я знаю, поэтому нам нужен молибден. Если использовать что-то другое, шестерни лопнут, ты не успеешь сказать чугун. Да понял я, понял. Где же мне его достать? У меня в запасах нет. Он довольно редко нужен. Многие места тут ковал только оружие. Так что идея совершенно безнадёжная. Надо подумать. Хотя нет, знаешь что? Есть у меня идея. Как жаль, что мы не в шахтах. Тогда было бы всё куда проще. Ну хватит уже идеваться. Может, не знаю, как сделать острое оружие, зато отлично лечу вот от таких остряков. Прости, не привык, мне дело с наземными. Твоё невежество меня просто раздражает. Выдлинись по сторонам, откопай немножко. Как её распознать? Эта часть для тебя довольно просто. Наши старатели помечали её особо светящейся краской. Буквально светятся в темноте, но голуберка мне лучше копать. Снаряжение. Снаряжение? Управился бы киркой, а так не помешала бы бурильная машина. Не последняя модель, конечно, но вполне следует. Поаккуратнете, верни в целости. Так, давайте мы, наверное, продолжим, потому что это невыносимо. Слов нет. Так, он нам дал какую-то вундервафлю. Я её как-то активировать должен? До конца не понял. Четыре куска. Блин, ну где ж... Вот знаете, ну не хотел я гнать на разработчиков, дамы и господа. Ну честное слово, ну вроде прикольно всё сделано. Но на кой же хер эти мрази так много, так много бэктрекинга сделали? Ладно бы они сделали бэктрекинг по интересным локациям. Они сделали бэктрекинг по локациям, которые воняют дерьмом. Сука, ну что в головах у этих кретинов? Ну я искренне не понимаю. Причём очень до хера бэктрекинг. Ладно бы там, ну не знаю, раз, два, три. Я уже раз восемь туда-сюда езжу. Это просто звезда. Бараны обоссанные. Простите. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. И разумеется, будете неправы. Но, по-моему, здесь очень тяжело не согласиться. Ещё и труду хрен найдёшь. Ещё три куска. Вот до этого я бегал, очень много кусков было. Прям, ну очень. Теперь они куда-то все подевались. Здесь я не припоминаю, чтобы он был, но я пробегу, раз уж я здесь. Ох, блин, это будет непросто. Честно, не помню, было ли здесь, но будем бегать. Думаете, я это вырежу? Нет, мы будем вместе с вами бегать и наслаждаться этим великолепным геймплейным процессом. Потому что разработчики посчитали, что это здорово. Не знаю, третья серия в этих грёбаных шахтах. Сука, ну какие бараны. Нет бы сделать интересную локацию. Они, пацаны, мы делаем шахту. Еее, шахта! Я всю жизнь мечтал о том, чтобы играть на 4 часа геймплея в шахте. Вот это да! Блин, разработчик, спасибо, спасибо. Можно я тебя в писю поцелую, как ты любишь. Говорит младший разработчик игр, старшему разработчику игр. А старший не против. Говорит, мои писи на все хватит. Целуйте, целуйте меня, холопы. Мне кажется, именно так это у них все и происходило. И никак иначе. Ладно. Нужно еще три куска найти. Жесть, пауки убивают. Либо у меня броня уже не подходит. Такое ощущение одно из двух. И какого-то хрена, что самые странные пауки восстали. Знаменитые восстатые пауки. Здесь горка монет. Великолепно. Второй кусок. Мне что-то подсказывает. А-й-о-о. Где же мы, Лебдентом? Подожди, я не понимаю. Может, квест твой, наверное. Их можно предложить на обмен. Аптечка. Костелорды. Яйцо. Кузнеца. Пропуск. Легендарного копья. Молибденовая оруда. То есть, разработчики мало того заставляют бэктрекингом заниматься. Они еще заставляют делать это очень много. И они еще не дают тебе в каждом вот таком разломе по руде, которая тебе необходима. Просто обоссанные ублюдки. Просто мрази, которые не оценят время игроков. Может быть, я еще раз говорю, кто-то считает, что это круто. Я же считаю это последнейшим, последним кретинством по отношению к игроку. Можете как угодно меня называть. Можете как угодно относиться ко мне. Но это не отношение к игроку. Вот. Я, наверное, высказался. Я постараюсь на эту тему больше не гореть. Но мы с вами отправляемся дальше. Я уже просто не помню даже, где я был, а где я не был. И куда идти, не знаю. Тоже большая беда есть. Снизу еще руда вроде бы есть. Опять со всеми пауками заново драться. А сейчас, скорее всего, будет немолибденовая оруда. Да, давай узнаем это. Да, через одну. То есть мне получается, не четыре месторождения надо найти, а восемь. Блин, ну почему я не удивлен? Я почему-то, ребята, не удивлен. Слушай, я тут не был, кстати, по-моему. Так, я что могу рыцарем быть? Давай-ка поглядим. Это на... Не пойму, немножко на ловкость вроде. Мне нужно еще очень много ловкости. Прям реально очень много. Скорее всего, рыцарем мне не быть. Ладно. Как туда попасть? Я же вам вижу. Слушай, мне сейчас каждое месторождение на вес золота игра. Почему я не могу туда попасть? Пробую быстро. Получится хорошо, а не получится. Херово. Вон оно. Как-то я туда могу попасть. Смогу ли я выйти? Это уже другой вопрос. Ну, подожди, я правильно понимаю, что мне сейчас нужно будет еще на какую-то станцию съездить? Еще где-то походить? Позаниматься чем-то? Прежде чем я смогу отправиться дальше? Просто, я не знаю, я бы сейчас матом заролил. Ну, блин, ребят, ну, как это объяснить? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну, это реально адекватно. Еще одна серия в шахтах. Зачем разработчики такое сделали, я не понимаю. Ну, просто кажется, что они мрази-творилы. Конечно же, это одно из возможных возможностей. Вот здесь я, кстати, совершенно не понимаю. Не помню, где. Было ли здесь или не было шахт. Эти штуки-дрюки. Единственное, что я помню, что тут дохерища крыс была. Мыша опять уехала. Так, ну, они говорили, качайте что-то одно. Я буду качать что-то одно. Улучшить могу что-нибудь? Железо и ткань. Ну, пока не буду, наверное, улучшать. Так, хватит ли нам нового параметра на что-то? Не хватит от слова совсем. Хотелось бы отметить, что это немножко печально. Ну, ладно. Пойду одним глазком загляну. Но мне кажется, там не будет этих залежей. Если честно. Они все воскресли. Ну, тогда придется к крысам идти. А, ну и тележка просралась, господи. Ай, сука, разрабы. Просто опущенцы. Мои же вы опущены. Ребята, ну что ж вы такие мрази-то, никчемные, а? Я все понимаю, ну, нельзя так делать. Еще этих крысамамок нет нигде. А здесь до хера этих ублюдусов. Я ни одного месторождения мыли в Дену не вижу. Так, я поехал, пацаны. Я поехал. Еду я на своей тележке. Мне так зашибись. Еду в горку медленно. Но ничего, берегись. Так, кристалютом поехали, рычаг ходыш. Так, поехали в другую дырку. Это же так интересно. Ммм, интересный геймплей. Интересный геймплей сделают разработчики. А трин-трин закодировали, закодировали игру. Да-да-да. А вы покупайте мое творение. Это Скорим, это Fallout. Великолепная игра, великолепная. Нравится, нравится. Играйте, играйте. Ну что ты, сука, застрял у блюдо, ступорылый. Так. Мне казалось, что тут где-то было. Блин, а вот что будет, если я не найду месторождений? Я точно помню, где-то еще одно место было. Но я сейчас, дело все в том, что при всем желании не найду это месторождение, мне кажется. Вот в чем основная трудность. И что, блин, делать, я тоже не помню. Вспомнил. Нужно в самое начало вернуться. Помните, где электричество мы делали? Там тоже было, я вспомнил. Да-да-да. Если здесь мы сейчас не найдем залежи и руды, тогда придется вообще в начало возвращаться. Паучка, я, наверное, высеку. Ручок и сам меня не прочь высечь. Да, здесь нету. Это что за место? Здесь я что-то дергал. Так, еще всего одну добыть осталось. Даже не знаю, как серию назвать. Разраб идиот заставил ходить по его шахте три серии. Так, может быть, третью серию. В принципе, звучит. Просто я в прошлый раз гневался на то, что приходится очень часто возвращаться. А сейчас это в абсолют возведено. Просто в абсолют. И как так можно делать, я не понимаю. Блин. Они же ведь это придумывали. Они же ведь эти разрабатывали. Они же ведь считали, что это здоровское решение, раз они такое приняли. То есть, неужели они вообще просто обоссанные? Наверное, логичнее было бы на тележке поехать. Что-то будет быстрее, чуть-чуть по времени. Как минимум, потому что я назад смогу быстрее вернуться. Нет, нет, сука, задний ход, гнида. Ой, даун, разраб. Ой, даун, какой ты даун, сука. Зачем ты начал делать тигры? Зачем ты не умеешь их делать? Ты просто ничтожество. Если бы я хотел играть в катание на тележке, я бы скачал себе какой-нибудь Truck Simulator. А вот зачем вот это такое сделано? Я не знаю. Подожди, а почему он не сработал? Видно, просто он изначально был на эту сторону повернут. Окей. Мне этого не понять. А так у него все два положения. Либо максимум на зеленом, либо максимум на красном. Понятно. Хорошо, что я в стену не вышел. Согласитесь, было бы неловко. Так, куда я ходил в тот раз? Кто-нибудь может мне припомнить? Блин, у меня походу... Все. Все, весь рот в волосах. Неприятно. Беда в том, что я что-то не очень-то помню, где еще залежи, честное слово, искать. Я... И опять же, ну... Разработчики, ну просто обоссанные мрази. Простите, я не могу о них лучше отозваться. Дайте мне в начале вот этой шахты, вот эту штуку, типа руду собирать. Почему я должен потом, извините меня, трахаться и заниматься этим дерьмом, бегая по абсолютно, сука, тем же локациям? Обоссанные и обконченные мрази, блин. Если дальше так продолжится, я просто дропну от дерьма. Просто это бэктрекинг, возведенный в абсолют. То есть, ничего не дали? Я просто правильно понял? Может, я что-то чуть-чуть не так понял? Да? Я искренне не помню, где еще месторождения были. Мы сейчас уже дойдем до... Точки невозврата. Здесь что-то так лагает. Ну прям, фпсов, наверное, 12. Пожалуйста, дайте еще где-нибудь месторождения, народ. Пожалуйста. Я прям реально умоляю. А я ходил сюда. Подожди-ка. Где-то еще не короткий путь. Блин, ребят, ну месторождение, ну дайте же. Дальше что-то прыгнешь. Да, есть еще одна, отлично. Я искренне надеюсь, что в нем будет то, что мне надо. Пожалуйста. Так, разработчик, я не буду говорить, что ты сильно обоссан. Только чуть-чуть обоссан. Я, чтобы вы понимали, просто до конца не понимаю, почему такой урон наносят мне пауки. На прошлой локации вот эти вот крыса-люди мне вообще урон не делали. Сейчас меня, извините, просто трахает паук. Он реально меня, наверное, ударов с пяти может снести. Если я не успел молниеносно на него напасть, все, мне звезда. И как это работает у разработчиков в голове, я без шуток искренне не понимаю. То есть, блочить кувалды и вручным оружием вообще нет смысла. Потому что почти, короче, 100% урона влетает в меня. И что с этим делать, я пока не понимаю. Вы можете думать, что я рофлю, что я прикалываюсь. Я искренне не понимаю, как это работает. И типа, что с этим можно сделать, кроме того, как молниеносно, профессионально нападать первому. Но всегда первым не будешь, извините меня. Что все как-то очень странно. Я очень хочу поиграть в The Last Hero of Nostalgia, но я не могу, потому что ее... Вот это сейчас, походу, он в текстуру вошел. Потому что ее нету на торрентах. А покупать в стиме за 400 рубасов, ну что-то меня жаба душит. Я бы лучше что-нибудь другое купил, если вы понимаете, о чем я. И знаете что, если на этом серия с пауками не закончится, я не знаю. Я прям, действительно, я куплю игру. Напишу очень честный отзыв в стиме. Где просто обосру разработчика с ног до головы. Вот, и после этого я рефандную игру. Под предлогом того, что такое дерьмо нельзя продавать в массу. Я просто не припомню. Но смотрите, мы раз прошли шахты. Мы раз прошли шахты. Потом он говорит, не могу, нужно вернуться мостом. Мы два прошли шахты. Вернулись, сделали, печь включили. Потом он говорит, братан, теперь нужно еще раз все шахты обойти. И собрать рубду. Это третий раз. Сука, разраб. У меня прям передачила всплыхает с каждым новым разом. Ну, ну, нельзя так делать. Ну, ты что, мразь, что ли? Тихо, тихо, Влад. Ну, не надо, тихо, все хорошо, дрожище. Расслабься, ванна, дрожище, расслабься. Идеально вернулся, получил по лицу. Здорово, все, как я люблю. Блин, что делать их тут, два, мать вашу. Я никогда в жизни твоих не убью. Давай, давай, ползись в там, мразь. Абасанская. Ботяню твоего сейчас еще изнасилую. Где он меня изнасилует? Повезло, повезло. Я почему-то раньше вампирился какой-то пухой. Я, типа, прям очень много хп себя восстанавливал. А сейчас эта херня перестала работать. Я не знаю, с чем это связано. Так. Я хотел со всеми разобраться, и потом... Да, но там на меня напал второй. И сейчас я очень надеюсь, что мне дадут... Грибучий молибден. Если нет, я, наверное... Я не знаю, что будет делать. Я буду орать. А я не знаю, где еще месторождение. Слушайте, ребят. Я без рофлов не знаю. Я не помню, где. И что делать? Нет. А что делать? Я, честно, не помню, где еще месторождение искать. То есть, вообще без рофлов. Я не помню. С крысюками я прошел локацию. С... Этими я прошел локацию. А где мне найти еще... Эээ... Молибдена? Подожди. То есть, мне уже три раза дали. Не то, что нужно. Эти бараны знали, что я буду выходить и постоянно врезаться в текстуру. Они не могли, чтобы тележка проезжала на два метра дальше, чтобы я без проблем мог не попадать в текстуру. Сука, такие идиоты. Я... Вот мои полномочия уже все. Я реально не знаю, куда идти. Я могу еще раз попробовать в ту локацию, где я уже был. То есть, в третьей. Но что-то мне подсказывает, что там, по-моему, нет. Давайте уже скатаемся, раз уж мы были. Потом скажется, братан, знаешь, я тут еще кое-чего не собрал. Можешь, пожалуйста, сходить? Опять все три локации обойти? Потому что, ну, хочется мне. Но я забыл там. Ну, блин, понимаешь, я старый, у меня песок из-за носа сыпется. Можешь немножко пойти песок за мной повыметать? Пожалуйста. Очень надо, прям очень надо. Я иду. Надеюсь, что здесь еще немножко будет молибленчиком. Наверное, опять не будет молибленов. Ну, здесь нету, дамы господа. Я не вижу, по крайней мере, пока что молибленовых залежей. Меня это очень сильно расстраивает. О, может на сундуке обузить. Ага, они пустые. Хитрится и разработчики. Ладно, простите, что я так сильно горела на разработчиков. Слушайте, народ, я правда не знаю. Типа вообще не знаю, куда идти. Ну, то есть, честно, не знаю. Давай скажем, что я маму одну спас, что она скажет. Я с ней даже про взаимодействовать не могу. О, ну, рада была. Так, ну раз здесь нету, получается, последняя, где еще может быть эта самая последняя дальняя дорога, точка. Потому что, возможно, я там не все собрал. Я вот так подумал. Это куда? На подземную реку мне, по-моему, надо. Вы знаете, я все-таки думаю, что с этим мудаком можно было как-то поговорить, чтобы он мне дал вот эту штуку, которая сверлит раньше, чем я. Ну, чтобы я два раза бэк-трекингом не занимался. Но, может быть, конечно, и нет. Так, давайте у блюдоса. Безюмно можно быть первым. А, так он в тамины хрен пробьешь его. Ну, блин. Ну, только что они мне вообще урон не наносили, ребят. Ну, я ж не придумываю. А теперь они меня просто насилуют вообще, как дитя. Как это так работает? Типа, я не понимаю. Жесть. Подожди, а разве тут не было какой-то секретный ш... Подожди, подожди. Подожди, что-то было, по-моему. Я же не просто так сюда ходил. Ну, согласитесь, адекватно. Не просто так ходил. Нашку награды. Или просто так. Вы не поверите. Здесь секретный проход. Вы серьезно не поверите. Где все ништяки лежат? Прям как в Dark Souls, дамы и господа. Тупо Dark Souls. Какая-то огромная залупа еще. Девятая, блядь. Давай, наверное, ее заморозим. Будем наносить урон. Страшная хрень. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это может быть Малекен уже. Да неужели, что ешь, твою мать. А-а-а. То есть... То есть я вот только таким образом мог это сделать. Правильно я понимаю? То есть, пройдя сюда, найдя это секретное место, только таким образом... Я мог заиметь возможность получить бур. Я просто ничего не буду про это говорить. Просто я помолчу. Ну а мы с вами будем заниматься чем? Будем заниматься тем, что будем кататься на вогонеточке. Обратный путь. Он так весел, он так интересен. Потому что этот путь обратен. Это путь не вперед, это путь взад. И нас не переубедить. Убедить. Так. Мне сейчас туда идти. Теперь наверх ехать. Ёлки-палки. Достаточно сложный путь. Ну, поехали. А лифта нет, по всей видимости. Вызеваем. Долго лифт едет. Ну ладно. У меня уже была идея, которую мы могли заметить. Попробовать, что будет здесь остать под лифтом. Я не стал. Отдать молебен добыл четыре куска. Хорошо. Кажется, освоил оборильный устройство. Ты обрадишься, знал, что нам нужно еще пятьдесят кусков чугуна. Правда, что? Я шучу, я наземную. Все уже готово. Давайте там молебеное очное плавление. Какой-то мудак. Я тебя убил, честно. Я бы его убил. Я бы его убил, а потом написал ему в каждое отверстие. Вот. Ля, какое интересное, как это называется, творческое решение по поводу камеры. Она же горячая, ты шо? Я думал, что плавить так интересно, у тебя так легко получается. Спасибо, мне это просто легко дается. Я фанател, пометал с ранних лет. Пойдешь со мной, охотиться, наполковаться? У меня нужно остаться 10 на случай, если выжиг кто-то из других шахтеров. Это мой дом и сердце нашей цивилизации. Если честно, я думаю, что больше пользы присутствуют, если выжигутся под разную очередь. Он рядом. Да, да, мудак вонючий. Не мог мне сразу все дать, что мне требовалось. Петушила. Простите, я что-то зря на него быканул, наверное. Ну, мне кажется, он неправ. А как бы все развивалось, если бы я за крысы людей пошел? Тут же, типа, особо вариантов нету. По этим шахтам все равно ходить. И крысам мамок я нифига не спас. Ну, я тут вроде все обошел. Я уже настолько все обошел, что я наизусть тут все знаю. Мне кажется, я, блин, лучше своего района все знаю. И ведь специально они делали такие долгие подъемы, чтобы это долго происходило. Ну, я не прав. Силу будем бахать, тогда я не знаю, что еще улучшать. Как же лагает, вы просто не представляете. И снова нет тележки. Подожди, вы хотите сказать, что локация обновилась и меня сейчас с крысы людьми опять драться? Я не то чтобы, я очень говорю, желанием это делать. Да, они снова воскресли. Ой, как же это здорово, в скобках нет. Чудом стамины хватило. Починить мост. Кнопка на механизме. Великолепно. Ну, полководцы теря трахнуть готов, потому что он на механизме. Он не прав, он мост сломал. Потратив у меня целых три грибучих серии. Из-за этого он будет изнасилован во все щели. С особым пристрастием, дамы и господа. Санаталиф, давай сбежать. Я, честно говоря, не понял, откуда прилетел второй дамаг. Я искренне не понял, откуда прилетел второй дамаг. То есть, вы видели, я уже бил, но из-за того, что прилетел второй дамаг, мне нанесли урон. Я, я не понял, откуда... Сука, вагонетку вызови, мразь тупая! Я искренне не понял, откуда прилетел урон. Вот. И опять же, игра говорит, братан, не качай стамину, не качай выносливость, иначе не сможешь наносить урон. А что мне качать? Я сосу по поводу урона. Что за бред? Это какой-то троллинг от разрабов, или что, я вот немножко не понимаю. Может, я не умный, или что? О, в чем моя проблема-то? Выжил, твою мать. Ваня. Что-то колотушка пробивает, я же нажал. Так, давай не гореть, ладас. И опять же, если здесь какая-то магия дальнобойная, отчет, это милишка, милишка ободственная. Кому она нужна, кому она интересна? Давай, мразина. Может, там лучник был? Нет, просто пекарь, твою мать. Ни хера себе дерут. Бодро так дерут. Я лечиться не могу. Так. Блин. Опасные парни, блин, без шуток опасные. Как же бесит, что каждый, каждый гребаный ободственный раз нужно все это делать. В игре такое количество... Просто... Ладно, что-то... Зашибись. Нихрена себе! Просто с двух ударов всосал мое хп. Это чё за звезда? Вы чё, разрабы? Там жопой дрочитесь, а? Нет, прям не шутки. Я пробить не могу пока одного бью. Зашибенно. Почему я уронил на них во второй раз? Не понимаю. Очень странно. Я очень-очень удивлен. Потому что тут происходит. Опять же, хорошая колотушка, но такая дерьмовая обилка. Ну, просто нет слов. Хотя бы одного выключить из игры. Отлично. Я думал, не достанет он. Достал. Сукан вонючий. Так, изнасилован. Я не бил четвертый удар, а я попытался исцелиться. Но, как вы понимаете, из-за того, что правление сделано косороким идиотом, я ничего не получил. Почему я перестал вампириться? Для женщин... Подожди, может быть... Может быть, стоит... Броня мне, может быть, давала вампиризм? Фуллсет брони. Это снова ты. Умирающий тысячепрятный. Приветствую. Мы знаем, что тебя гложет. Мы... Но ты знаем... Но не знаем, какой путь ты решишь выбрать. Ага, мне самому будет манять. Куда бы ты ни пошел, тебя ожидает огонь, страдание, смерть. Но если выберешь верный путь, то родится и новая жизнь. Я был бы рад обойти без смерти и страданий. Может, можно сделать шаг, но если что-нибудь придумать? С этим уже поздно, боюсь. Пламя разгорелось, его не затушить. Мы слишком долго страдали под гнетом на бору. Слишком многих извечило. Так много шрамов, так много боли. Даже самый длинный поводок однажды закончится. Я понимаю. Просто хотели обрести свободу, которая наша по праву. Твоя помощь была бы нам очень полезной. Ты готов поступить правильно? Правильно это как? Но я не... Запутался правильно. Я понимаю твои сомнения, но есть вполне очевидные вещи. Со мной говорят, я отвечаю, меня бьют, мне больно, мне делают зло, и я запомню его. Мы разумные садания, и нас заковали в кандалы насильно против нашей воли. И так быть не должно. Возможно, но насилие порождает насилие. И вы, по-моему, уже несколько улетелись на бору. На вас рассказывают разные вещи. Например, что вы едите их детей. Оскверняете женщин. Да, мы знаем, у нас много ужасных слухов ходит. И да, мы совершаем ошибки, как мне тяжело это признавать. Потому что мы на войне. Они тоже были к нам жестоки. Слишком долго у нашего народа в сердцах разгорелось пламя. Даже величайший предводитель, не вездесущий, не всегда может пресекать несправедливость. Поэтому да, мы убивали, мстили погибали, и невинные на бору. И если, конечно, рабовладельцы могут быть невинны, и да, если шли о совершенных ошибках, могу понять и своих сородичей. Но чтобы ждать детей на бору, это ложь. И ты сам это понимаешь глубоко в сердце. Ты знаешь, что мы на такое не способны. Да, звучало и правда так, будто они все выдумывают. На этой безумной планете бывает, что я не понимаю, что к чему. Что касается осквернения, это лишь доказывает межристоство на бору. Мы не размножаемся привычным способом, у нас есть лишь матери. Поэтому у Михалюдов хвост всего один, так сказать. Для осквернения он совсем не подходит. Логично, вполне хорошо, наверное. Но все равно мне было свидетельствовать о сверстах войны. Я видел боль, страдания, видел слишком много пролитой крови. Так не должно быть. Да, мне тоже от этого больно. Мы хотели напасть быстро и стремительно. Продемонстрировать силу, чтобы на бору испугались нас. Стали уважать и относиться к равным. Убить ровно столько на бору, чтобы нас наконец услышали за шумом от их криков. Нет, я просто хотел добиться мира быстрой и кровавой ценой. Но подвелся в сороди через зал войну. Тогда я решил избежать кровопролития, предложив дуэль чемпионов. Если бы ты меня не одолел, война бы уже закончилась. Это вряд ли на бору, все равно не приняли бы вас, как своих просто по щелчку пальцев. Если нет, на сей раз не были средства поставить на колени. Нас было много, торговец снабжал нас оружием, хорошим мастерным оружием. Чему на бору? Какой торговец? Милевер из города. У нас с ним разные понятия о чести. Он хотел, чтобы мы убили королеву. Я отказал ему. И мы, и он ненавидит на бору. Его помощь для нас была неоценима. Враг моего врага, мой друг. Именно. Да, было много крови, много сверстных, много ошибок и страданий. Но у нас есть цель, которая оправдывает средства. Мы сражаемся за свободу. Блин. Просто, чтобы мне сюда дойти, я убил всех их работяг. А смогу ли я их помирить? Я просто не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Ну, допустим. Ужимы свободы. Ага, вон, как типа я переметнулся. Пора раз и набрать поводок. Спасибо, говорит, наш себя исчезает со справедливости. Нужно придумать план, как нам закончить войну. Касмально быстро военных тактик, я не соблюзрась. Лучше ты расскажи, как наши сородичи. Это плохо. Но пока не так плохо, но бродзователи город, в виду, выигрывают войны. Как? Отступление слишком дорого. Он может крыть ворота. Это правда, но некоторые все же дали им отпор. Наоборот, даже понесли серьезные потери. Если нанести еще один удар, они с радостью пойдут на переговоры. Нет бойцов, нет удар. Моей армии больше нет. Я с радостью отдам жизнь и свободу. И не только свою, но и без армии все тщетно. Я стану твоей армией. Нужно лишь придумать уловку. Надо, чтобы кто-то их отверг, разделил. А я буду вылавливать по одному. Да, но нам все равно нужны подкрепления. Даже старики, молодежь и коллеги. На нашей родине только они остались, правда? Да, вулкан – наше священное место. Последнее плод – горячее сердце. Все, кто остался, сейчас там. Но, возможно, да. Некоторые из братьев, они выбрали жить здесь, в шахтах. Они же шахтеры, разве они не умеют драться? Сильные должны быть. А кирка – это почти топор, только кирка. Они предпочли именную жизнь. Следует за собственным медлидером, за Йоши. Он не поведет на войну. Он что, пацифист, чертов, или как? Нет, он трус, изгонит. Все не просто так. Он не станет слушать, не уж точно. Мы никогда не сстаемся. Возможно, он прислушается к тебе. Бываю крайне убедителен. Где он? Братья говорят, он живет глубоко в шахтах, в нашем старом святилище. Это далеко. Он там скрывается, якобы медитирует. Весь такой просветленный. Похоже, приятный малый. Ничего приятного у него нет. Но, да, у тебя есть шанс. Нужно привести его к мосту быстрее. Буду сражаться. Так, слушайте. Я, наверное, переметнусь, потому что я не хочу в шахтах больше ходить. Часто слово. Отступаем к мосту. Человек с нами. Давайте вагонетку. Шевелитесь. Ты помогал мне. Спасибо еще раз. Твой народ не часто помогает нам. Мой народ? Набору. Набору. Ну, я человек. Человек, ты похож на маленького Набору. Зато он наверняка более великодушный. Да, и пахнешь ты иначе, человек. Я запомню. Кстати, мне нужно глянуть Ёшу. Ты знаешь, где он? На, святилище Шикана. На, наобору, не знаю. Ты обещаешь, что не навредишь ему? Да, разумеется. Я помочь хочу сделать мир лучше. Хорошо, поход с большого зала. Очень-очень большого. Старый туннель. Крыша упала. Много народа погибло. Теперь закрыта. Большая дверь. Как мне открыть? Ёшик говорит мне, большая дверь открываться. Наборуете металлическая штука клетка. Дверь открывается. Клетка закрыта. Сосис босс. Сапис босс. Сапис много ключей. Сапис часто рядом с моей клеткой. Искать ключи там. Похоже, путь-то не близкий. Там неплохо, если ты любишь туннель. Ага, обожаю просто. Говном воняет просто этот туннель. Блин, а чё, я не могу что ли переделать? Короче, дамы, господа. Боюсь, что... Я, возможно, сделаю перерыв, потому что я так заманался по шахтам ходить. Вы даже не представляете. Вот. На этом, наверное, будем заканчивать. Примного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Надеюсь, вам будет интересно, весело, здорово, задорно. Если что, для того, чтобы подписаться, можно подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Если кто-то хочет поддержать материально, для этого есть бусты. Там иногда уникальный контент, лайф-формат, всякое такое. Так, и чё, куда? Я не знаю, куда. С этим, наверное, я буду разбираться в следующий раз. Как-то так, всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok